В СУ получили партию новейшей канадской бронетехники «Сенатор», что о ней известно. Украинские военные получили партию новейших бронированных автомобилей канадского производства «Сенатор» и «Амара» и «Пи», об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на «Дефенос-блог». Военные отмечают, что, в отличие от предыдущей версии, новый бронеавтомобиль имеет улучшенную противоминную защиту, что дает дополнительные преимущества при выполнении различных задач на поле боя. «Машина была разработана с учетом опыта использования «Сенатор» в войсках Сил обороны Украины во время полномасштабной войны, вы чувствуете себя в большей безопасности, когда знаете, что под вашими ногами есть специальная защита от российских мин», — сказал один из солдат, сейчас эксплуатирующий бронеавтомобиль, военнослужащие и инженеры высоко оценили новые бронемашины. Один из военных специалистов отметил, «Рашел сенатор МРАП — это полностью готовое к войне транспортное средство», — украинские эксперты подчеркивают, что превосходит предыдущие модели бронемашин на базе «Форд», что известно о новой технике. Новый «Сенатор» МРАП имеет V-образный корпус, предназначенный для минимизации влияния взрывов. Эта конструкция имеет ярко выраженную V-образную форму, которая перенаправляет взрывную волну и осколки вдали от транспортного средства, уменьшая вероятность тяжелых ранений или гибели пассажиров. Такая конструкция помогает поглощать и рассеивать энергию взрыва, еще больше повышая устойчивость автомобиля к взрывам. «Сенатор» выдерживает поражение снарядами калибра до 7,62 умножить на 39 мм APBZ на расстоянии 30 метров со скоростью 695 метров в секунду. Он может выдержать детонацию 6-килограммового взрывного заряда, например противопехотной мины, которая активируется при расположении под любым колесом или под центром машины, бронеавтомобиль рассчитан на размещение до 10 пассажиров и имеет высокий уровень защиты от взрывных устройств и засад, обеспечивая безопасность экипажа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.